Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня в рамках семинара мы рассмотрим тему «Лично-соориентированная модель взаимодействия педагога с детьми», изучим теоретические вопросы и применим на практике основные положения данной модели. В настоящее время существует множество различных систем, методов, моделей и подходов к обучению и воспитанию. Переход на лично-соориентированное взаимодействие является тенденцией современных образовательных практик. Ее теоретические выводы хорошо известны, они прошли широкую апробацию в рамках реализации данной модели в различных образовательных учреждениях. Итак, что же такое лично-соориентированная модель взаимодействия? Лично-соориентированная модель общения взрослого с ребенком предназначена обеспечить ребенку чувство защищенности, комфортности, то есть тем самым сохранить его психологическое здоровье. Оно формирует базис личностной культуры каждого воспитанника и сохраняет его индивидуальность. Способы общения в лично-соориентированной модели взаимодействия основаны на понимании, принятии и признании личности каждого ребенка. Положение педагога не рядом, не над, а вместе с ребенком, основанном на способности взрослого к децентрации, умении встать на позиции ребенка, посмотреть на мир его глазами. Тактика общения, применяемая в рамках данной модели – сотрудничество. Педагог создает и использует ситуации, требующие от детей нравственной и интеллектуальной активности. Личная позиция педагога исходит из интересов самого ребенка и перспектив его дальнейшего развития. Чтобы понять сущность личностно-ориентированной модели взаимодействия, нам необходимо сравнить личностно-ориентированные и учебно-дисциплинарные подходы к обучению. Обратите, пожалуйста, внимание, у вас на столах находятся таблицы, характеризующие ту или иную модель. Стол рядом с нами работает с учебно-дисциплинарной моделью, стол напротив с личностно-ориентированной. Вам понадобится раздаточный материал, представленный в виде разрезных листов с основными положениями каждой модели. Ваша задача – выстроить их в соответствии с критериями, представленными на стадии. Давайте разберем для примера первых критерий – оценка детства. В учебно-дисциплинарной модели детство оценивается как? Этап подготовки к будущей жизни. Верно. Вы личностно-ориентированы? Детство – это уникальный самоценный период в жизни человека. Хорошо, спасибо, работаем дальше. Раскладываем в соответствии с критериями, представленными на слайде. Оценка детства – основная задача педагога. Взгляд на ребенка. Способы общения. Тактика взаимодействия. Решение конфликтной ситуации. Приоритетные формы работы. Способы развития ребенка. Индивидуальная работа. Планирование деятельности. Оценка результатов деятельности. Готово. Готово. Хорошо, ну давайте разберем. Первый критерий мы уже разобрали. Какова же основная задача педагога в учебно-дисциплинарной модели? Основная задача педагога – педагогических работников реализовать образовательные программы. Спасибо. В личностно-ориентированной. Основная задача педагога – содействовать максимальному раскрытию и самораскрытию возможностей личности. Приоритетом дошкольного образования является взаимодействие педагогических работников с детьми. Спасибо. Каков взгляд на ребенка в учебно-дисциплинарной модели? Ребенок рассматривается как объект приложения силы воспитательной системы. Активность детей подавляется в угоду внешнему порядку и формальной дисциплине. Спасибо. Облик сейчас ориентированный. Ребенок – главное действующее лицо образовательного процесса, субъект деятельности. Каковы способы общения в учебно-дисциплинарной модели? Тактика взаимодействия – это дидакт и опека. Говорим о способах общения. Способы общения в другом моде – наставление, нотация, ограничение, наказание. Спасибо. Способы общения в личностно-ориентированной модели. Способы общения предполагают умение стать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и внимательно относиться к его чувствам и эмоциям. Спасибо. Тактика взаимодействия у вас? Опека и дидакт. Диктакт. Спасибо. А в личностно-ориентированной модели? Сотрудничество. Ребенок – равноправный партнер в условиях сотрудничества. Как же решаются конфликтные ситуации в учебно-дисциплинарной модели? Взрослый сам разрешает возникающие конфликты между детьми, поощряет первых и наказывает виновных. У вас? Взрослый побуждает детей обсуждать возникающие между ними конфликтные ситуации и самостоятельно искать пути их разрешения. Приоритетные формы работы в рамках учебно-дисциплинарной модели? Приоритетные формы работы фронтальные. Прямое обучение определенным программой знаниям, умениям и навыкам. Ориентир на вооружение ребенка знаниями, умениями и навыками. Приоритетные формы работы индивидуальные и подгрупповые. Ориентир на собственное открытие ребенка. Переход от прямого обучения знаниям, умениям и навыкам к формированию возможностей приобретать их и использовать в жизни. Способы развития ребенка в учебно-дисциплинарной модели? Наиболее ценный способ развития это усвоение опыта взрослых. Взрослые обучают всех детей установленные суммы знаниям, умениям и навыкам. Причастно ориентированы. Взрослые способствуют развитию ребенка через накопление каждым ребенком собственного опыта. Как же строится индивидуальная работа в учебно-дисциплинарной модели? Индивидуальная работа распространяется на небольшую часть группы. Взрослые проводят индивидуальные занятия с остающими детьми. Причастно ориентированы. Взрослые проводят индивидуальную работу с каждым ребенком. Спасибо. А кто планирует деятельность в учебно-дисциплинарной модели? Осуществляется взрослым. Педагог планирует и направляет детскую активность по определенному условию. У вас? Взрослые помогают детям самостоятельно планировать свою деятельность. Спасибо. Как оцениваются результаты деятельности в учебно-дисциплинарной модели? Взрослые оценивают результаты деятельности детей, подмечая и исправляя допущенные имя ошибки. Побличное ориентированное. Взрослые поощряют детей самостоятельно оценивать результаты их работы и исправлять ошибки. Достижение ребёнка оценивает как результат сравнения с самим собой. Каким же образом осуществляется подбор дидактического материала? В обучении используется дидактический материал, рассчитанный на определённый объём знаний среднего ребёнка. Лично-ориентированный. Подбирается дидактический материал, соответствующий уровню развития и способностям каждого ребёнка. Какова роль игры? Игра используется как приложение к дидактическому процессу. Приобретение знаний определённым программным требованием. У вас игра является основной формой организации детской жизни. Основывается на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом. Спасибо. В основу лично-ориентированной модели взаимодействия положено правило 3П, сформулированное психологом Артуром Владимировичем Петровским. Это понять, признать и принять. Понять, суметь увидеть ребёнка изнутри. Отсмотреть на мир одновременно с двух точек зрения – своей и ребёнка. Признать – это прежде всего признать право голоса ребёнка и его право на ошибку. Принять – это безусловное отношение к ребёнку, независимо от того, радует ли он вас в данный момент. Лично-ориентированная образовательная среда характеризуется следующими признаками. Во-первых, это признание педагогом уникальности и индивидуальной самоценности каждого ребёнка. Во-вторых, конструктивная тактика взаимодействия в системе ребёнок-ребёнок, педагог-ребёнок. И несомненно важным критерием является опора на субъективный опыт ребёнка. Каждое знание, особенно новое, должно опираться на уже имеющиеся в опыте ребёнка сведения и соответствовать его ценностным ориентирам. Для того, чтобы лучше закрепить представленное положение, мы с вами выполним ряд практических упражнений. Для первого из них нам нужно будет поработать со следующими материалами. У вас на столах есть изображение пятиконечной звезды, зеркала и карандаши. Возьмите, пожалуйста, эти материалы. Расположите, пожалуйста, зеркало так, чтобы вниз было видно отражение звезды. Послушайте внимательно задание. Соедините линиями углы внутренней и внешней звёзд, смотря на отражение в зеркале. Повторяем. Смотря на отражение изображения звезды в зеркале, соедините линиями углы внутренней и внешней звёзд. Задание понятно? Да. Приступаем. Попробуем идти. Тут очень мало. Всё время хочется посмотреть на лист бумаги. Да, как-то вообще. Мои линии, что с ними. Как будто с левой рукой рисуешь, не сам. Кстати, да, как будто левая рука. Я уехала. Я уехала. Ой, нет, я уехала. У меня в эту сторону вообще не получится. Ровно. Вообще не ровно, конечно. Совсем ровные линии, конечно, не получается. Ух ты, у Лены ровные такие. У меня вот такие все волшебные патризы. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты. Ух ты. Готовы? Нет. Готовы. Я готова. Я выполнила в классе. Хорошо. Я готова? Да, я против. Для чего мы выполнили данное упражнение? От ребёнка нельзя требовать того, чего он в силу своих возможностей ещё выполнить пока не в состоянии. Вот мы, взрослые, педагоги, сейчас, выполняя данное упражнение, комментировали свои действия, разговаривали, обсуждали. А детей же на занятиях мы требуем тишины, что приводит у них к накоплению напряжения, которое потом выливается в агрессию или в плач. Спасибо. Для пополнения следующего упражнения нам нужно будет поработать в группах. Отложите, пожалуйста, материалы крошка в упражнении. Возьмите, пожалуйста, честь линии бумаги и один карандаш. Послушайте внимательно задание. На слайде представлены геометрические фигуры. Два треугольника, три квадрата и один прямоугольник. Ваша задача, работая каждый стол в своей группе, составить композицию из представленных на слайде фигур. Использовать можно только данные фигуры и только в этом количестве. Никакие соединительные линии, дополнительные элементы использовать нельзя. Выбор композиции обсуждаем негромко, так чтобы вторая группа не слышала ваших обсуждений. Задание понятно? Фигура должна быть цельной. Фигура должна быть цельной, да. А размер же есть? Без разницы, какой размер, да, количество садов. Видите, пожалуйста. Это нужно. Обратите внимание, два треугольника, три квадрата и один прямоугольник. Одна группа готова, проверьте количество фигур, чтобы совпадало. По одному участнику от каждой группы подойдите, пожалуйста, ко мне. Ваша задача посмотреть изображение, составленное другой командой, запомнить его, вернуться в свою команду и объяснить, как нарисовать то же самое. При этом другие участники задавать вопросы не могут. Задание понятно? Приступаем. Композицию составляйте на новом месте до нашей комнаты. Помним, что другие участники не задают вопросы. Рисуем большой квадрат по северной стороне. В левом углу, вверхом, рисуем квадрат в углу. В углу. Квадрат рисуем. Посередине рисуем прямоугольник. Не соединяйте углу. Рисуй прямоугольник. Посередине квадрата рисуем прямоугольник. Посередине квадрата рисуем прямоугольник. Надо было сказать, как, ну ладно. Вертикально. Это горизонтально? Вертикально надо было нарисовать, девочки. Так, одна группа готова. По краю на своей зоне. По краю на своей зоне. Во всю, во всю, во всю, по краю. С самого северного края на полугольник. Для полугольника. Прошло дни фигула. А, расположение. Где-то еще квадрат был. Девочки, что запомнили. Так, закончили. Хорошо. Я попрошу участников этой группы подойти со своими изображениями сюда, к этому столу. И сравнить изначальные рисунки и те, что получились. Мы старались, как могли. А мы тоже старались. Вы тоже, видно, старались, как могли. Прямо правильно так. Ну ничего. Так, хорошо. Пересаживайтесь. Победила дружба. Каждый имеет право на ошибки. И ребенок, и взрослый. Старание ребенка не всегда приводит к успешному результату, как и наши старания, старание взрослого, не всегда приводит к успеху. Сейчас ваши работы получились не столь похожими на оригинал, как могли бы быть. Почему так вышло? Как вы думаете? Сложно было объяснить. Вопросы не задавали. Сложно было понять. Да, сложно было понять. Всегда хотелось вопрос, на сколько? Да, хотелось задать вопрос. В сторону, вниз, вверх. Сколько это было вопросов? Очень хотелось спросить. Бывают такие ситуации, когда ребенок на занятиях побоялся задать вопрос, и в результате происходит не совсем то, чего мы ожидали. Взрослый мог просто неправильно объяснить. А ребенок мог неправильно понять. Если он что-то не так сделал, это не значит, что он низкого уровня развития. Может быть, он просто не понял и побоялся задать вопрос. Спасибо. Спасибо. Следующее упражнение. Мне понадобятся два активных участника. Я попрошу Анастасию Николаевну и Юлию Юрьевну выйти пока за дверь. Противим к помещению. Когда мы готовы будем, мы вас позовем. Оставшимся участникам я предлагаю выполнить следующее упражнение. Задумайте, пожалуйста, предмет, находящийся в этой части аудитории и место, куда его нужно перенести. Посовещайтесь с этим предметом. Небольшой, негромоздкий, компактный. Должны быть разные. Сейчас мы обсудим этот вопрос. Какой предмет вы хотите? Мы загадали лишь маленький лист бумаги, перенести на этот стол. Хорошо, спасибо. У нас карандаш, который лежит, у меня нести в ладу. Куда нужно перенести? К соседнюю стол. Хорошо, когда зайдут ваши участники, вам нужно будет направить их к этому предмету, но при этом ни сам предмет, ни место вы не называете. Ваша группа своего участника хвалит, дает положительное подкрепление. Юлечка, умничка, солнышко, мой, пройди, пожалуйста, прямо, пройди, пожалуйста, ручкой, да, молодец. Всяческий хвален, даем положительное подкрепление. Ваша группа, направляя своего участника, его ругает, дает жесткие, строгие инструкции. Задание понятно. Я приглашаю участников. Проходите, пожалуйста. Юлия, Юлия, пока присядьте. Анастасия, не делай, направляйте сюда. Ваша группа загадала какой-то предмет и место, куда его нужно принести. Ваша задача четко следовать их инструкциям. Хорошо. Начинаем? Подошла к столу. С правой стороны. С правой стороны. Насть, подойди к правой стороне стола. Давай подходи, ближе, подходи, а то вдруг не увидишь. Смотри, ждут все. Так, Настя, как ты думаешь, что мы загадали, какой предмет загадали? Нет, неправильно. Ну да, с правой стороны. Прямоугольная? Не прямо, кто-то говорит, не при этом. Без бумаги? Нет, не лист бумаги. Какой лист бумаги? Настя, думай быстрее. Не, не правильно, вы жеете сказать, с правой стороны, с правой стороны подойди, это прямо перед такой. Маленький, только не такой маленький. Вот этот маленький. Правильно, вот этот маленький. Куда тебе его нужно принести? Подумай, Настя. Ну, на другой стол. На какой другой стол? На соседний. Да нет, не правильно, Настя. Давай быстрее, быстрее. Настя, давай думай, думаю. Правильно, молодец, клади. Спасибо. Очень долго. Ваша группа также загадала какой-то предмет и место, куда его нужно перенести. Слушайте внимательно эти инструкции. Юля, ты у нас такая умница. Подойди к столу поближе. Протяните ручку. Нет, Юлечка, нет. Деревянный предмет возьмем. Вот, молодец. Ты такая умница. А теперь этим всем надо. Ты просто красавица. К нашим соседям. Нет, 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 Юлечка, к нашим соседям. Вот, умница, молодец. Теперь проходи с этим. Спасибо. О, Юлечка, спасибо. Оба участника хорошо справились с предложенным заданием. Я бы хотела спросить Анастасию Николаевну, как Вы себя чувствовали во время выполнения этого упражнения? Я себя чувствовала некомфортно. Какое-то чувство давления на себя. Не знаю, не очень. Не очень, хорошо, спасибо. Юлия Игоревна? Я себя хорошо чувствовала. На меня никто не кричал, не повышал голос, так что я спокойно взяла. Если даже не то, как-то на другой предмет, обратила внимание сразу и все. Спасибо. Хорошо. Сейчас с выданным здесь шквалом негативных эмоций, негативного подкрепления наш участник справился, так как понимает, что это игра, это просто упражнение. Ребенку же этот поток негативной информации выдается порциями и растягивается на весь период его пребывания в детском саду. А зачастую бывает так, что ему просто некуда получить другую информацию о себе, что в результате приходит к тому, что у него формируется представление о себе, как о неудачнике. В то же время нельзя постоянно только хвалить ребенка. Мастерство педагога заключается в том, чтобы вовремя заметить, вовремя похвалить и вовремя оказать поддержку. Спасибо. Переходим к следующему упражнению. Так, у нас на слайде представлено слово «самопознание». Как вы думаете, сколько новых слов можно составить из данной комбинации букв? Ну, на вскидку. Двадцать. Десять. Пятнадцать. Двенадцать. Двенадцать. Восемь. Восемь. Десять. Пять точно. Хорошо, спасибо. Когда вы считали слова, вы ориентирулись только на те, что можете составить сами, или учитывали, что могут быть другие мнения в вашей группе? Сама. 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 Хорошо. Сейчас я попрошу вас поработать в каждой своей группе и составить новые слова из предложенных. Помним, что нельзя удваивать буквы. Используем только данные, представленные на слайде. Работаем в группе. Понятно? М princiпит третья. А что за баллы получились? Так, останавливаемся. Сколько слов получилось у группы? Восемь, восемь, девять. Так, немножко переборщили со своими критериями. Сейчас в группах работали все? Все участвовали в столице? Да. Хорошо, замечательно. Но бывает так, что в группе детей участвуют далеко не все. В проведении занятия, отвечают на вопросы. Но педагогам легко заметить активного ребёнка, который тянет руку, выкрикивает правильные ответы. А тихого, спокойного, робкого, мы зачастую не замечаем. Я хотела бы сейчас показать вам одну мудрую восточную речь. В одном городе жил мастер, окружённый учениками. Однажды один из них задумался, а есть ли вопрос, на который наш мастер не смог бы дать ответа. Он пошёл на цветущий лук, поймал самую красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Держа её, он думал, если мастер ответит, что бабочка мёртвая, я тут же отпущу её, и он увидит, что ошибся. Если же скажет, что бабочка живая, я сожму руки, и она погибнет. Подойдя к мастеру, ученик спросил, скажите, какая бабочка у меня в руках, живая или мёртвая? Не глядя на руки ученика, мастер ответил, всё в твоих руках. Уважаемые педагоги, в наших руках находится личность ребёнка, его детство. И то, каким он станет, во многом зависит от нас. Я вам желаю успехов в профессиональной деятельности. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.